Построенная в 1975 году школа номер 5 в Елабуге в этом году была новой статус, статус университетской школы при Казанском федеральном университете. Однако работать она будет по признаку района. Это значит, что все те, кто живут вблизи этой школы, могут свободно прийти сюда и подать заявление на то, чтобы их ребенок в первый класс пошел в эту школу. Особенностью школы станет то, что преподавать здесь будут, помимо обычных учителей, профессоры из Казанского федерального университета. В первый раз в новый класс, вернее в новую школу, 1 сентября пойдут первоклассники города Елабуги. 14 августа прошла презентация обновленного учебного заведения, которое после ремонта не только сменило название, но и статус, став университетской школой при КФУ. На презентации школы присутствовали президент Датарстана Рустам Мениханов, ректор Казанского федерального университета Лишат Гафуров, а также государственный советник Республики Датарстан Ментимер Шаймиев, а также президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Последний, кстати говоря, после презентации остался с хорошим впечатлением о школе. С те инновации, которые в школьном образовании, благодаря связи с университетом, возможны, это и фундаментальность, это и инновационные технологии, это различного рода, не только дистантные, не только цифровые, но и человеческие кейсы, которые становятся той основой для подготовки будущих педагогов. Сама же школа претерпела множество изменений. Помимо ремонта, в школе прошли изменения в учебном процессе. Теперь здесь будут углубленно изучать многие точные науки. За каждым предметом класса будет закреплен директор того или иного института КФУ. За классом физики, институт физики и так далее. Поэтому я думаю, школа, которая сегодня имеет в рейтинге Елабургской школы одно из последних мест, в скором будущем станет лидером, как минимум, системы образования Елабуги и Елабургского муниципального района. К слову, после перехода под крылок КФУ в школе сохранился прежний учительский состав. Также здесь будет работать новая, пока что не введенная практика – ассистент учителя. Это будет такой же полноценный преподаватель, который совместно с учителем на уроках будет выполнять все или иные функции. Роль ассистента на себя возьмут студенты Казанского федерального университета. Здесь будет ассистент учителя. Суть этой системы заключается в том, что студенты, начиная со второго курса, смогут преподавать вместе с учителями, здесь же находясь в школе. Не в рамках одной практики, которая длится три недели, а в течение всего года по три-четыре урока каждую неделю, получая опыт взаимодействия не только в рамках одного своего предмета, но и воспитательной дополнительной работы. Такой возможности нет, по большому счету, ни у одной школы в республике и ни у одного педагогического вуза в стране. Пока что школа еще закрыта на каникулы и свои двери откроют только 1 сентября, однако уже сейчас многие возлагают на нее большие надежды. Вот только какие бы инновации и новые технологии не реализовывались в школе, самым главным в ней останется то, чтобы первокласснику было интересно учиться и был хороший уровень образования. Школа будет выполнять несколько функций. Прежде всего, конечно, это функции воспитания подрастающего поколения и передачи знаний. Вторая функция – это подготовка будущих учителей. Самое главное, чтобы детишки получили достойный уровень знаний и компетенций, которые они потом дальше могут использовать. Главный вопрос, который возникает, насколько они могут на практике использовать эти знания. Лев Диденко, Була Цадыков, Универ Ньюс.